Комбинаторика – это наука о том, сколькими способами можно сделать ту или иную операцию, или о том, вообще бывает ли та или иная ситуация. Комбинаторика – наука, которая очень мощно развелась именно в 20 веке. Как ни странно, математики в старые времена очень много знали о непрерывных задачах, как интегралы, производные и так далее. А вот по-настоящему, как наука-комбинаторика, развелась, как ни странно, довольно недавно. Ну, разумеется, задачи, которые мы с вами будем решать, что-то знали все математики до своего рождения, это только нам их надо будет мучиться решать. Правда, Коль? Так. В магазине «Всё для чая» есть пять чашек и три разных блюдца. Сколькими способами можно купить одну чашку и одно блюдце, Юля? Пятнадцать способами. Пятнадцать – это? Пять умножить на три. Молодец, конечно. На самом деле, это одно из главных правил комбинаторики. Так называемое правило произведения. Давайте чуть-чуть по-другому его скажем. Представьте себе, что, скажем, вот рука Юли, левая, может быть поднята, а может, да, вот так вот, а может лежать на столе. Хорошо? Рука Коли. Правая. Правая. Давай правую. Правую. Давай. Может быть поднята или лежать на столе. Глаза Коли могут быть открыты, могут быть закрыты. Глаза Юли могут быть открыты, могут быть закрыты. Замечательный вопрос. Сколькими способами вы можете изобразить то, что вы сидите? Итак, у каждого из вас есть рука, которую можно поднять, можно опустить. И у каждого из вас есть глаза, которые можно закрыть, можно открыть. 8, она до минус 2, 3, 4, умножить на 8. Неверно. Ой, умножить на 2. Неверно. И 2 положения, видите. Уж. Ну, давай. Сейчас. У руки 2 положения. У глаз 2 положения. Значит, всего уже сколько? Всего уже 4 положения. 4, это что такое? Это 2 умножить на 2. То есть я могу сделать 4 положения? Да. 4 варианты. Он может сделать тоже 4 положения. Значит, у нас 16 положение. Ну, конечно. Ответ, конечно, 16.